Вот можно снять. Место для принятия солнечных ванн. Ну-ка давай затестим кресло. О, красота. Зачем тебе кабинет, если ты можешь уйти, посидеть в холле в кофейне поработать? Это что такое? Друзья, всем привет. Давненько я не снимал видео обзоров на жилые комплексы нашего любимого города. И вот наконец собрался для того, чтобы порадовать вас. Сегодня будет сравнение двух жилых комплексов Клевер Парк и Парковой. Помогать мне в этом будет Ксения. Ксения занимается сайтом, который называется ingraphicon.ru Его вы найдете в описании, там будет ссылочка. На этом сайте можно сравнивать абсолютно любые ЖК. Конечно же, я не мог обойти стороной такой полезный ресурс и не мог не познакомиться с Ксенией, которая является супер аналитиком по сбору информации. Поэтому я ее сегодня помучаю. Все для вас, дорогие друзья, чтобы вы могли выбирать недвижку осознанно. Ксения, привет. Привет. Поехали. Итак, друзья, мы начинаем сегодня наш большой видео обзор. Сравнивать буду. Напоминаю, два ЖК Клевер Парк и Парковый. Почему? Потому что они находятся в одной локации. А при выборе квартиры первое, на что вы обращаете внимание, это место расположения жилого комплекса. И сегодня, на самом деле, мы и находимся в Клевер Парке в ресторане. Кстати, большое ему спасибо за то, что он нас здесь приютил, разрешил снимать этот ролик. Называется «Новый русский ресторан». Прямо в Клевер Парке находится. Прекрасный чайок дают. Так что пользуйтесь, дорогие друзья. Кстати, в Клевер Парке мы уже спроектировали и реализовали несколько квартир. И вот сейчас на экране вы можете посмотреть, какая красота у нас получилась. Каждый интерьер индивидуальный, со своей идеей, со своей изюминкой. Вот, например, этот называется «Сияние Авроры». Это сделано по мотивам северного сияния. Посмотрите, какие красивые цвета и переливания. А вот этот, например, проект, который называется «Друзья». Помните такой добрый сериал, который показывали по телевизору? И вот здесь, в интерьере, это нашло свое отражение. Вот, например, вот этот вот джинсовый диван или вот этот вот теплый каменный столик. Это все отражение вот этой вот идеи. Ну или вот этот вот замечательный интерьер, который называется «Минимализм с перчинкой». Все эти интерьеры вы можете посмотреть на нашем сайте. Ссылочка в описании. Переходите, обязательно смотрите. Ну и, конечно, обращайтесь в нашу студию. Мы с большим удовольствием спроектируем вам индивидуальный проект, а не шаблонный, которыми заполнен интернет. Их куча, они одинаковые и, на мой взгляд, совсем неинтересные. Так что, друзья, переходите в описание, обращайтесь к нам. Будет вам индивидуальный интерьер. Ксения, в двух словах, что за ресурс такой и чем он будет нам полезен? Дело в том, что сейчас у нас большой тренд вообще на осознанное потребление. То есть мы все стараемся научиться быть классными покупателями, научиться разбираться в продукте. Вот именно для таких покупателей, которые в поиске жилья на первичном рынке, то есть ищут квартиру на новостройке, мы создавали портал «Инграфикон». Сразу хочу оговориться, это портал исключительно для тех, кто ищет жилье в новостройках. То есть мы не касаемся рынка вторичного жилья. Если вам нужно квартиру на вторичном рынке, можно посмотреть там ЦИАН и прочие ресурсы. «Инграфикон» только про новостройки. Более того, мы не просто портал про новостройки, мы портал, который помогает объективно сравнивать технические характеристики, характеристики комфорта, характеристики цен и все-все-все разные критерии, по которым, в принципе, человек выбирает жилье. И для того, чтобы это делать быстро и просто, у нас есть на портале умный алгоритм, который может сравнить вам две квартиры или два дома более чем по 20 параметрам. Можешь показать, как он выглядит? Когда вы выбираете новостройку на портале «Инграфикон», совершаете поиск дома по локации. Ну, то есть, например, мне нужен ЖК «Клеверпарк» там, да? Да, мы его можем найти, выбрав район, девелопера, или просто набрать вот здесь в поиске «Клеверпарк». У меня эта вкладка уже открыта, вот, собственно говоря, вкладка. Ну и там про него краткое описание какое-то, да? Не просто краткое описание, полное описание, инфраструктурная карта, фотографии хода строительства. Кстати, вот так сейчас выглядит, эта фотография свежая, январь, выглядит четвертая очередь «Клеверпарка». Далее, здесь мы можем с вами сразу посмотреть все дома, которые от застройщика находятся в продаже, потому что это жилой комплекс из нескольких домов, и можно сразу разобраться, что и в каком доме можно купить. То есть, можно здесь себе сразу квартиру подобрать? Естественно. То есть, все, что в продаже есть? Да. То есть, мы можем это найти? Там двушка, трешка, квадратные метры, сумма. Это все здесь позволяет сделать, да? Да, и более того, мы можем сразу отсюда отправить заявку, которая отправится либо в отдел продаж застройщика, либо в компанию-партнера, которая обслуживает девелопера и продает квартиры. То есть, можно связаться с продавцом? В три клика. Можно связаться с продавцом. Вот что, до чего дошел прогресс, дорогие друзья. На портале представлены все планировки, но по большому счету, давайте вернемся к сравнению домов, мы же про дома сегодня. На каждой карточке есть кнопочка, которая подсвечивает модуль «Сравнить этот дом». Нажимая кнопку, мы добавляем дом в модуль сравнения. Вот здесь у вас каждый раз что-то вроде личного кабинета происходит. Формируются таблицы «Сравнить этот дом». Вот я выбрала сейчас «Каливерпарк». И, например, меня интересует парковый квартал, я бы хотела разобраться, чем же они отличаются и где же мне комфортнее и лучше приобрести жилье. Добавили два дома к сравнению. Сейчас система немножечко прогрузится, и мы сможем с вами пройтись по каждому параметру. Что можно посмотреть? Стоимость, ценообразование, адреса, микрорайон, срок сдачи, количество квартир, которые сейчас находятся в продаже, этажность, тип жилья, технические характеристики, вплоть до количества квартир на этаже. То есть все мы понимаем, что чем больше квартир на этаже, тем менее комфортно для вас будет проживание с веселой группой соседей. По этажу очень много, более 20-30 даже параметров выводит система и сравнивает два дома. Боже мой, машины захватят этот мир. Что вы делаете, Ксения? Это не я, это искусственный интеллект. Друзья, искусственный интеллект захватывает все области нашей жизни и даже сравнение с ЖК. Видите, уже даже, может быть, и риэлтор не нужен. В общем, вводишь параметры, ищешь все, что тебе нужно. Слушайте, ну это же капец, это какая-то холодная машина просто. Это вот ввел, сравниваешь, а поговорить... А вот поговорить с риэлтором, мне кажется, лучше. В общем, друзья, для того, чтобы, так сказать, не находиться один на один с холодными параметрами холодной машины, мы специально для вас снимаем этот ролик. И мы сегодня покажем, как выглядят места общего пользования, то есть мопы. Это на жаргоне застройщиков. То есть вы это сегодня увидите. И много чего еще другого вы увидите. Все, что нам позволит снять застройщик, мы пройдемся, поболтаем, все это своими глазами увидим. И вы сможете это сравнить с тем, что есть вот в этой вот, в этих столбиках. Вот можно снять. Место для принятия солнечных ванн. Круглый год вы можете переходить на набережную, Клевер Парка. Минус 15 в январе. Да что там, минус 30 вполне себе. Да, когда вам совсем надоест уже сидеть. Кстати, четвертая очередь находится непосредственно за нами. Можем наблюдать уже сейчас, как возводится завершающий этап проекта Клевер Парк. И вот здесь прекрасный... Пешеходный мост. Дружелюбные в этом квартале, даже строители. Очень классная атмосфера в Клевер Парке. Мне вот нравится прям. Классный пример, когда застройщик подумал о том, насколько комфортно будет жить в квартале и предусмотрел фитнес-инфраструктуру. То есть это история, когда здоровый папа, мама, я и все занимаются. Здесь совершенно обалденный бассейн. Бассейн, насколько я помню, он прям полноценный, спортивного формата. И несколько этажей, да 5 этажей вроде фитнеса с самыми разными программами. Кстати, классно, заезжаешь на паркинг вечером и смотришь, как люди активно занимаются спортом. Это так мотивирует, вдохновляет, создает атмосферу. В общем, очень грамотное решение и такое УТП классное, потому что редко где 5 этажей фитнеса в квартале, ну, не найдешь. В мире, когда все заказывают товары через интернет, очень важно иметь три опции. Первая – посылочная комната, такая есть. Второе – постамат. И третье – целый пункт выдачи заказов, по-моему. Ну, то есть это может быть либо Озон, либо Вайлдберрис, которые внутри квартала. Этим тоже очень активно люди пользуются. Это суперудобно. Да. А, она с крышей, да? Прикольно. Если все идет, то на тебя не капают, ты можешь, так сказать, зонтик здесь уже опустить. Можно ждать, ожидать комфортно такси. А на самом деле я бы сюда кофемашину бы. Оп, уюта хочется, да? Да. Мне кажется, и сюда бы ты тоже деревья поставил, да? Да. А знаешь, по-итальянски так, то есть заходишь, у них выходят на высоких капках. Посмотри, какой высоты потолок. То есть это прям вот воздух. Ну-ка, давай затестим кресло. Ох, красота. Как тебе ожидать удобно? Очень. Я чувствую себя королевой. Вот это проспектик. Вот что мне нравится – хвойники. Вот что форум начал это делать, что принцип. Сидения прикольные. Деревянные, да, прикольные сидения. И хвойные растения внутри, в ландшафте. О, детская горочка. Вот в морском стиле, потому что осьминог. Да. Видимо, я не думал, что раз придется. Я застрял. Деревянные, разные. Вот так вот, что ли? Видимо, вот, вот. Это что такое? Что это? На самом деле можно сравнить не только дом, но и планировку квартир. И планировку квартир. Например, если для вас решающее значение имеет площадь кухни, и вы выбрали несколько вариантов. Очень неудобно постоянно переключаться и смотреть. Ага, вот у этой планировки, там, не знаю, 16 квадратов, у этой, там, 117. Система выведет их в ряд. И по графе площадь кухни вы получите все цифры, которые вам нужны для сравнения. Вот, а тут-то машина вам уже не поможет, дорогие друзья. Чтобы сравнить потенциал планировки и вообще, насколько одна лучше другой или в чем они отличаются, вам нужно обращаться к специалисту. Ко мне приходите, дорогие друзья, обращайтесь за консультацией. Я провожу такие встречи, если это можно так сказать, помогая выбрать ту или иную планировку или из ряда планировок. А может быть, вы уже какую-то конкретную выбрали и надо с ней что-то сделать, увидеть ее потенциал, расставить мебель. Пожалуйста, обращайтесь. Есть консультация платная, но совсем недорогая. Ну вот, давай, ты у нас аналитика. Расскажи, в чем все-таки разница Клевер и Парковый? Давай по параметрам. С точки зрения локации, разделительной линией, получается, у нас является улица Машинная. И на самом деле квартал Парковый относится к микрорайону Автовокзал, а вот Клевер Парк относится к парковому микрорайону. То есть непосредственно примыкает. То есть разные административные районы? Это не административные районы, это неформальная классификация, которая используется риэлторами, застройщиками, инвесторами. Ну а на что это влияет? На самом деле ни на что. Пожалуй, только на рыночные показатели по микрорайонам. Но может быть такой момент. Если вы ищете новостройки парковые, вот вы для себя услышали, поняли, да, парковые, вроде возле парка, да, понятно, то агрегаторы по маркеру парковый микрорайон вам чаще всего не выведут парковый квартал. Хотя он находится буквально через дорогу. Поэтому, опять-таки, все-таки при подборе объекта недвижимости человеческий совет, компетенции лучше всего. Ну и рекомендация. Вот, ну поэтому вы нас и слушаете, мы вам помогаем разобраться. Клевер парк. Когда-то я давно делал на него обзор, когда он только начинал строиться. Кстати, вот ссылочку оставлю. Кому интересно, переходите, посмотрите и сравните с тем, что сейчас уже получилось. На тот момент один из моментов, который меня беспокоил, ну как, обеспокоил, это то, что до транспорта от Клевера и вообще хоть куда-то в какую-то жизнь нужно переходить дорогу в любую сторону. И я тогда сделал вывод, что этот жилой комплекс для молодых семей, для мамашек с колясками, потому что парк под боком. Так это или нет? Твое мнение? Транспортный вопрос у Клевер парка на самом деле так же развивается, как и непосредственно квартал, потому что проектировщики, которые работают над концепцией этого замечательного жилого квартала, во-первых, они продумали пешеходный мост через реку Исеть. Его не было раньше, он появился... Ну, набережную не сделали, делают, по крайней мере. Набережная. То есть теперь вы можете без проблем перейти реку и оказаться в части квартала, который относится, по-моему, к четвертой очереди и уже примыкает к улице Машинной. Это расширяет транспортные возможности. То есть не только на Ткачей сейчас есть выход, но и на Машинную. И там будет новый выезд. Я знаю, что хотел сказать. Даже не то, чтобы транспортный, а вот представим, что, например, я вечером хочу куда-то пойти погулять по городу. Ну, то есть это же мне надо перейти машинную, там, пойти по Белинскому куда-то там, или как, куда. Не далее, как на прошлой неделе, была у меня прогулка из Клеверпарка в сторону Белинского парка, к парковому кварталу. Вот, перейти машинную, вот глобализм этот предлагаю оставить, потому что реально, ну, 13 минут по времени это перейти дорогу. Вот видите, вот аналитик со своими сухими аналитическими данными разбивает в пух и прах все мои сомнения. Поэтому стоит приглашать таких специалистов, которые, в общем-то, адекватно подходят к ситуации. Это очень тонкий момент. То есть для кого-то прогулка 13 минут через насыщенный транспортом перекресток психологически нормальна, да? А для кого-то это стресс. Для кого больше возможностей? Ну вот, что рядом? Ну вот так вот, прям шаговой доступности, чтобы не испытывать какого-то стресса от прогулки через там какие-то непонятные что-то там дебри, не знаю что. На самом деле позиции у этих домов практически равны. Но очень важно, что парковый квартал это все-таки объект, который находится близко к улице Белинского. И он работает на уже существующую инфраструктуру, которая сложилась в микрорайоне. То есть, по-моему, совершенно не переходя ни одну дорогу, ребенок, который живет в парковом квартале, может спокойненько дойти до школы. 17-я школа, если не ошибаюсь, рядышком. Есть еще два учебных заведения, поликлиники, детские сады, муниципальные. Все достаточно близко. И, в принципе, этот проект, он изначально встраивался в хорошую, развитую, насыщенную инфраструктуру. Однако, кстати, коммерческие помещения в этом проекте почему-то до сих пор не заполнены. То есть, вот эта история, да, когда у тебя тапочковая доступность, ты спустился вниз, там, купил себе хлеб, там, не знаю, хлеб и винишко. То есть, такого пока нет, на мой взгляд. Другая совершенно концепция у Кливерпарка. В чем она другая? В том, что застройщик приходил на площадку, где не было практически ничего. Ну да, пусть. Да, поэтому он озаботился изначально и сделал это очень круто, значит, тем, что у всех жителей квартала была собственная инфраструктура. Здесь уже на сегодня полностью сложенный гастрономический кластер. То есть, несколько ресторанов, по-моему, 12, если я не ошибаюсь. Дальше, что еще в Кливере? Магазины, детские образовательные центры, есть ателье «Химчистка», спортивные школы детские, более того, частная школа «Корифей», которая к этому району притягивает молодых родителей. Плюс ко всему, в принципе, по прописке люди относятся, которые живут в Кливерпарке, к ближайшим детским садам, приклиникам, школам. Это тоже все есть. И на самом деле тут преграды, только вот проезжая часть в четыре полосы, но на самом деле это все рядом. Ну, то есть вопрос просто как добраться, как выехать, на каком виде транспорта. Здесь девелопер делал акцент именно на то, чтобы эту инфраструктуру развить непосредственно в черте квартала, построить все свое. И более того, на этой стороне набережной, где мы сейчас находимся, дальше в сторону от Кливерпарка, двигается застройка, которая идет вот в сторону Соманранта. Это конец, получается, набережная. И там запроектированы еще два детских сада и еще школа. Хорошо. Второй вопрос. Какой параметр сравнивают покупатели следующим после локации? Цена. Конечно. Иногда даже первым. Так, мы вывели с вами несколько квартир в сравнение. Сразу можем посмотреть планировку квартиры, она увеличивается. И давайте посмотрим, что у нас происходит с ценами на трехкомнатные квартиры. Цена по лоту выведена. Но самое главное посмотреть ниже, потому что к цене привязан метраж. Если вы вот сейчас... А, сверху это цена за квартиру, а снизу за квадратный метр. За квадратный метр цену мы здесь не выводили. Но здесь сразу видно метраж. То есть, например, трешки в парковом квартале значительно меньше, чем трешки в клевер-парке. Разница порядка 20 квадратных метров. Ух ты! То есть трешка клевер-парка – это порядка 100 квадратов, трешка в паркового квартала, ну, там разные варианты, ну, около 80 квадратов. Поэтому вообще я советую не реагировать на цену. Если вам кажется, что в прайсе может быть, не знаю, там одна квартира трехкомнатная 10 миллионов 998, вторая квартира трехкомнатная, не знаю, там 11 миллионов, и она объективно вам кажется дороже, посмотрите метраж, потому что очень сильно ценообразование привязано именно к размеру вашей квартиры. То есть реагируйте, смотрите подходящий метраж и уже потом сравнивайте цены. А следующее как раз-таки мне кажется, поправьтесь ли я ошибаюсь, это планировка. Вот выбрали планировки, вот они открылись. И люди выбирают по планировкам. Ну, то есть, если у меня двое детей, то мне нужно три спальни. Родители и две детские, правильно? То это трешка получается. Выбирают скорее, знаешь, не так бы я сформулировала. Следующий параметр – это комнатность. При этом многие не задумываются о том, что, например, двухкомнатная квартира в 60 квадратных метров и двухкомнатная квартира в 80 квадратных метров. Это две разные двухкомнатные квартиры, да. Поэтому тоже есть у нас шаблонность какая-то, в мышлении, когда нам нужно однушка, двушка, трешка. Друзья, мы сейчас будем разрушать ваши шаблонности и стереотипы просто ломать и рушить. По комнатам. Вот я скажу свою версию. Вот есть такое выражение «евродвушка». Вот лично для меня, в моем восприятии, обычная двушка – это когда есть кухня, ну просто кухня небольшая, ну пускай 15 метров, там 9 метров, и две жилые комнаты. Вот это двушка. А евродвушка – это когда есть две жилые комнаты, две спальни, и большая увеличенная кухня, чтобы из нее можно было сделать кухню-гостиную. Ну то есть, чтобы она там метров 30 была, да. И там у нас кухня, стол, там диван стоит. И тогда я уже могу с семьей, с двумя детьми заехать. Ну то есть, спальня для родителей и детская, там, для двух детей, да. А в первом варианте не получится. То есть, придется там комната, условно, гостиная, значит, диван раскладывается, мы там спим, там, тра-та-та. Какая классификация тут у вас существует? Давай упрощу тебе задачу для понимания, значит, с точки зрения аналитики, как правильно и как бы, по идее, должны были девелоперы классифицировать квартиры по числу спален. То есть, если у вас в квартире две спальни и выделенная кухня – это двухкомнатная квартира. Внимание, не зал, совмещенный с, условно, холл, с кухней, там, что-то еще. Я так и сказал. Две выделенные спальни будут двухкомнатные, три выделенные спальни будут трехкомнатные. При этом размер кухни, евро он или не евро, на самом деле эта история уже отходит, потому что большая часть планировок, которые происходят, попадают на рынок, уже все евро. Мы уже привыкли жить в истории, когда… Извините, если ее называть… Я видел разные варианты. Типа у нас евро-двушка, в моем понимании, это увеличенная кухня, где я могу сделать кухню-гостиную. И я вижу размер этой кухни, внимание, 16 квадратных метров. Ёлы-палы, как туда диван-то влезет вообще? Вообще, это 17 квадратных метров, правильно называть, это как бы еврозоной. Я вообще не… Вот откуда берутся эти аналитики? Вот а нам потом, дизайнерам, иди в эти 17 квадратных метров и впихивай кухонный гарнитур, стол и диван. Вы что, лилипуты, что ли? Как это все впихнуть? Или что, у вас мебель резиновая? Как от 30 метров, друзья? Ну, 25, блин, ну не 17, ну не может 17 метров быть кухня-гостиная. Если вы хотите разместиться с семьей, там, три человека, допустим, ну, мама, папа и ребенок, то вам нужна двушка с увеличенной кухней. В моем миропонимании, этот размер кухни должен быть от 25 квадратных метров, от, не менее. Лучше 30, а лучше 40. По очередности, следующим вопросом, который покупатель решает для себя, будет отделка. Но я скажу, что и в Клеверпарке, и в парком квартале квартиры передаются в отделке, так называемый white box, да? Когда… Ну, это штукатуренные стены и стяжка на полу. Стяжка, разводка электрики по квартире, минимальная сантехника. То есть, если два санузла, то сантехника будет в одном санузле функционально для того, чтобы вы могли что-то в этой квартире начать ремонтировать. Ну, если вы планируете дизайнерский ремонт, можно было бы электрику и не делать сантехника, все равно все убирается и делается заново. А есть, кстати, классный параметр, который я очень советую учитывать при выборе квартиры. Это высота потолка. И ты мне, как дизайнер, и как человек, который комфортом занимается проживанием в помещении, точно скажешь, я думаю, поддержишь меня, что высокий потолок – это не просто какая-то визуальная характеристика, это объем воздуха, это хороший. Это однозначно, да, я полностью согласен. Поэтому тоже на заметочку, в парковом квартале высота потолка 2,7, в домах, которые сейчас в продаже, клевер-парк, высота потолка 2,9. Но тут и класс немножко разные, об этом тоже. А я когда табличку смотрел, там было написано вообще 2,55 в парковом. Это первые очереди, то есть здесь есть информация по каждой из очередей, которые есть в продаже. Ну, мало ли, вдруг, например, сейчас на рынке вы посмотрите квартиру, которую инвестор, купивший ее в первой очереди, там, квартала перепродает, и вам ее захочется. Ну, зайдите, посмотрите, что у нас вообще в этом доме происходит. Получается, что и в клевере, и в парковом отделка одинаковая, стяжка на полу и оштукатуренные стены. Отделка одинаковая, а вот материалы немножко разные. Парковый квартал принципиально позиционируется как дом, который внутренние все перегородки, межквартирные, возводят из кирпича. Комбинированная технология в клевере, там, по-моему, не только кирпич, но где-то они используют булочные перекрытия. В чем различие, друзья, я сейчас немножко поясню. Самая лучшая стена, перегородка, это кирпич. Потому что он более тяжелый, это значит, он лучше удерживает звуки, то есть шумоизоляция будет лучше. В кирпич лучше гвозди забиваются, и там висит все лучше, чем в твинблоке. А бывает еще стены из пазогребня ставят, гипсовые такие пазогребня. Это вообще самое, самое вообще просто плохое, что может быть в перегородках. То есть там вообще не держится ничего, и она звенит просто, как звуков не держит. Ну, резюмирую, и там, и там используется для межквартирных стен в основном кирпич. Где-то в каких-то технических там вариантах у клеверпарка еще есть блочные перекрытия, но это надо детализировано уточнять в отделе продаж, о какой очереди идет речь, какой технический параметр вас конкретно там интересует и так далее. Стяжка залита у обоих застройщиков, и там, и там, в квартирах стяжка есть. А под стяжку делается специальная вот эта вот мембрана, которая звуки гасит, шумоизоляция. И там, и там делается отлично. Ну, это уже на самом деле стандарты для домов повышенного класса. То есть парковые тоже позиционируются как комфорт плюс, он как бы не совсем вот такой, ну, чуть-чуть повыше по характеристике. Ну, а клеверпарк – это бизнес-класс. Как нам оценить качество штукатурки? Никакой портал вам не подскажет, качественно или нет. Берем профессиональную компанию, которая осуществляет приемку квартир от застройщика, и идем смотреть со специалистами. А еще классно, когда вы квартиру выбираете, сходить в специальный техно-рум. У застройщиков такие есть. О чем мы говорили с Иваном раньше, у любого грамотного девелопера, как правило, есть вот такой потрясающий техно-рум, где вы можете посмотреть срез стены. Вот, пожалуйста, кирпич, пожалуйста, утеплитель, пожалуйста, фасадная панель. Можете обратить внимание и полюбопытствовать, как ваш оконный профиль будет выглядеть. Вот его тоже положили, чтобы можно было убедиться, что он достойный. Обычно еще в техно-румне представлены инженерные моменты. Например, можно увидеть, как будет выглядеть ваша система отопления, можно увидеть, как будет выглядеть остекление. Мы пройдем потом в другую комнату и посмотрим. Указано, в общем-то, высотность и размеры стен. Ну и экотехнологии, которые тоже здесь застройщик показывает, что благодаря современным системам экономится тепло и электроэнергия. Потолок плита остается, потому что решение вы выбираете сами. В общем-то, что там делать. Ревизор Иван. Иван, вы можете вычислить, вычислить. Что с фасадами? С фасадами беда. Фасады, если многие характеристики похожи в целом, и вы выбираете между двумя проектами по принципу цена-качество, то есть там есть где подумать и поразмышлять. Фасады паркового квартала – это штукатурка, мокрая штукатурка. Типичное решение. К сожалению, все мы видим, что лет через... Через лет 5-7 по ней уже видно, что она такая подусталая. Ну, конечно, имеет значение качество штукатурки, качество работ по фасаду. Много параметров там имеет вес. А Клевер Парк использует специальную фасадную панель. Это панель на первых домах. Я, честно говоря, помню, что производство Швейцария было, она долговечная. И на самом деле, если вы приезжаете в Клевер Парк и посмотрите на первый введенный дом, он особо не отличается от тех, которые вводят потом. То есть долговечный, красивый, достойный фасад. Вот в этом плане мне, конечно... Ну, это круто. Он, в общем, не стареет, не... И он очень актуально выглядит. То есть такой прям... Ну да, соглашусь. После того, как про ремонт подумали, уже люди переходят к просмотру непосредственно... А как это вообще выглядит? Подъезд, моб, там, дворы. Вот это вот вся история. Если честно, лет 10 назад, там, 10-12, мы, наверное, мало задумывались о том, а есть ли в доме его помойка для лап питомцев домашних. Вообще не думали. Вообще не думали. Ну что, есть подъезд, по нему прошел там... Хорошо, если консьерж, что это... О-о-о! Да это уже клубный дом или что-то в этом роде. Конечно, колоссальный рывок рынок совершил за последние годы, потому что мы пришли к истории, что ваша зона комфорта, она выходит за пределы квартиры. Вам должно быть хорошо не только внутри квартиры, но и в коридоре, в лифтовом холле, на ресепшн, во дворе и прочих историях. Поэтому девелоперы проработали разного рода опциональную начинку, которая сегодня там может находиться в домах совершенно разного класса. Давай пройдем по парковому кварталу опционально. Ресепшн, да. Видеонаблюдение везде, да, с выводом на разного рода там гаджеты и так далее. Зоны ожидания небольшие, то есть это, как правило, какой-то уголок в холле. Холлы красивые, дизайнерская отделка, места общего пользования приятные, оригинальная подсветка. Из фарша, которым можно начинить всю вот эту домовую инфраструктуру, что у нас там есть, это прозрачные входные группы, это безопасно, это комфортно, отсутствие пандусов, удобно, коляски, велосипеды. Далее, колясочная для хранения ваших всяческих принадлежностей от сноуборда до велосипеда и коляски. Место для мойки лап домашним питомцам. И это же комната гигиены, это же. Вот дизайнерская отделка мопов, так застройщик всегда это позиционирует. То есть она есть, она симпатичная, она интересная. Дворы в парковом квартале изолированы. То есть вот стоит первая очередь, у них три дома, и они пользуются одним дворовым пространством. Вторая очередь получит свое дворовое пространство. И они друг с другом не соединяются. У них есть пешеходный какой-то там бульвар, который запроектирован, но жители второй очереди и жители первой очереди имеют разные дворы, между собой не коммуницируют и не попадут. Что с клевером? Во-первых, общая система функционирования красивых продуманных зон. Можно перетекать из двора, где есть пруд, в двор, где есть закрытая детская, например, песочница. Это очень круто. Круглогодичная, правда. Кто-то с лета оставил лего. Давай, Иван, куличиков пару сделай. Весь, в общем-то, фарш и колясочные, и лопомойки. А еще клевер классно работает с трафиком, который приходит в квартал. Все дома объединены. Центральная зона ресепшн. Там действительно не просто зона ожидания, где стоят два кресла и столи. Там полноценная зона с кафе, с классным дизайнерским ремонтом. Вот, кстати, то, что я рассказывала. О том, что зона ожидания очень большая. Для мопа дома это вообще странно, на самом деле, такие вещи делать. Но здесь решались вообще принципиальные иные задачи. Это место встречи, точка общения, коммуникации. А еще классно, что кофе нормальный. Ты видишь, стоит какая кофемашина? Обычно в холле, если ставят, то ставят порошковый автомат. Или это за денежку? Ну, не то пальто. Нет, здесь тоже за денежку, но... Зачем тебе кабинет, если ты можешь уйти, посидеть в холле, в кофейне поработать? Ну, как бы, если все сюда уйдут поработать, то у нас всего разного, чем частенькая стола. Насколько я вижу по сегодняшнему рынку, новые проекты, которые выходят в центральной части города и при центральной части города, имеют специальные системы до чистки воды. Дальше, лифты. На каком лифте мы будем ездить каждый день, если мы живем там на 20 этаже? Ну, это же, блин, ты львиную долю времени проводишь там. То есть тебе должно быть, как минимум, тихо, комфортно и приятно. И не должно быть очереди в этот лифт в 8 утра, когда все поехали на работу. Сейчас проверим, как работает лифт. Тихо, плавно ли едет, насколько отрабатывает подвеска по бездорожью. Сейчас проверим. Что, поехали? Мы недалеко поехали. У меня боязнь лифтов, и ты сейчас действуешь, у меня на нервы. Лифты Кёна я люблю. Вот, поэтому спрашивайте, сколько лифтов в очереди. Какая нагрузка вообще на них будет, и какого типа это лифты. С лифтами понятно, но еще людей волнует, что за окна. И там, и там пятикамерный профиль алюминиевый. Марку тоже рассказывал уже, что застройщик только характеристики позиционирует, не уточняет производителя. У Клеверпарка, если честно, я не помню. Но надо спросить у них. А двери? Все в двери, противопожарные. Марка? Не знаю. Неизвестно, не пишут. Неизвестно, нет. Не пишут, здесь нельзя это посмотреть. На ингрофиконе можно посмотреть инженерию в плане, что будет, какой там оконный профиль. Все, что застройщик выкладывает в открытый доступ, это же есть на портале. Если девелопер не уточняет марку лифта, марку окон, марку дверей, мы этого, конечно, не прочитаем. И что у нас еще осталось? Какой еще важный параметр, по которому стоит еще пообщаться? Сервисная компания? Вот. Я это хотел тоже сказать. Потому что мы все понимаем, что любой прекрасный дом может загубить, загубить за год непрофессиональную управляющую компанию. Здесь, наверное, позиции будут равны, потому что и в Клеверпарке, и в парковом квартале есть свое подразделение, собственное, девелоперское. Это не какая-то сторонняя компания, которая приходит, обслуживает. Ну типа построили, кому-то отдали, и там… Нет, они все сами. То есть самостоятельная эксплуатация. Но тут надо тоже понимать, зачем это застройщику. Потому что если дома, которые уже введены, устраивают людей, если люди в них счастливы и довольны, то рекомендация и процент повторных продаж у девелопера будет выше. Поэтому грамотная компания старается всегда свою управляющую компанию организовать и свой сервис предоставлять. Я слышал, что форум славится своей управляющей компанией. А здесь как с этим? Неплохо. Принцип сервис. Компания называется у застройщика «Принцип». Они обслуживают все дома. И, в общем-то, коллеги опытные на рынке, достаточно хорошо, уверенно себя чувствуют. То же самое можно сказать про управляющую компанию Клеверпарка. У них есть из сильных сторон мобильное приложение, функциональное, интересное, которое много очень опций позволяет решить. В целом, здесь шансы, я думаю, равны на успех. И там, и там. Ну вот, друзья, отлично сравнили по целому ряду очень важных параметров. И в конце, Ксения, я хочу задать очень важный, животрепещущий, всех интересующих каверзный вопрос лично тебе. Скажи, пожалуйста, если бы ты выбирала, то ты бы выбрала какой ЖК и где бы ты жила? Я буду, как вообще банальные покупатели, ориентироваться на локацию. И, несмотря на то, что кажется, что транспортная доступность паркового, ну, не кажется, она и есть, может быть, чуть-чуть лучше, мне импонирует соседство с большой зеленой городской зоной. Вот для меня парк Маяковского – это ключевой фактор, по которому бы я между ними сделала выбор. Клеверпарк просто потому, что я бегаю, я катаюсь на лыжах, я люблю гулять. И мне очень нравится возможность выйти из дома и через 2 минуты оказаться в крупном лесном оси, фактически. Пишите в комментариях, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу, как вам наш обзор. Напишите, пожалуйста, вдруг мы что-то не сравнили по каким-то параметрам, очень важной для вас. И в будущем мы это обязательно учтем. Ну, или ответим на ваш вопрос, если вы его зададите. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылкам в описании, там много всякой пользы для вас собрано. Ну, на этом все. Всем пока. Ксения, спасибо. Да пребудет с вами муза. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!